Произошло очень много событий, огромное количество, я не знаю, пока меня не было два месяца, у вас постоянно что-то происходило, это очень было забавно для меня, потому что, ну, вы понимаете, я в известном смысле был изолирован от всего, иногда в камере играет радио, но оно в подавляющее большинство случаев просто музыкальное, и постоянно приводит каких-то новых арестантов, которые видят меня и говорят, Алексей, а ты представляешь, Золотов! Я говорю, да ну, Алексей, а ты представляешь, Петров и Баширов! Я говорю, да ну, не может быть! Ну, и так далее, и так далее. Очень много всего, наверное, мы не будем все обсуждать, все, что произошло за два месяца, но обсудим какие-то интересные вещи, по крайней мере, значимые вещи. Начнем мы, конечно, с очень грустной, трагической новости о расстреле в Керчи. Я еще раз выражаю соболезнования всем семьям погибших, семьям пострадавших, самим пострадавших, это действительно ужасная трагедия. И сейчас, помимо того, что, конечно, все будут анализировать, почему это произошло, как так могло случиться, ну, хорошо, ружье у этого молодого человека Владислава Рослякова было, и он убил 21 человека, и 40 человек ранено, ну, взрывное устройство, где он это все взял. Но все-таки главный вопрос, что делать с этим дальше, потому что такого рода нападения, такого рода террористические акты, они довольно часто случаются в современном мире, в первую очередь в США, называются они масс-шутинги. И в первый раз у нас случился этот масс-шутинг в таком большом и ужасающем масштабе с десятками погибших, и мы, как и весь остальной мир, который раньше с этим столкнулся, сейчас пытаемся понять, что же с этим делать. Вот если вы посмотрите на эту картинку сейчас, то увидите, что большая часть такого рода шутингов, они происходят в США, страна богатая, страна развитая, страна, которая, естественно, очень сильно зависит от общественного мнения, от политиков, и они годами пытаются разобраться, что с этим делать, и, в общем-то говоря, пока ответа не нашли. В России сейчас идет, ну, довольно характерного вида дискуссия, естественно, все говорят, там, нужно все запретить. Вот уже заявилось о том, что, ну, Владимир Соловьев, конечно, прибежал и начал писать, что нужно вести смертную казнь, да, что, ну, само по себе звучит идиотически для любого человека, который хоть немного понимает в проблеме, потому что, ну, я вам показал картинку, в основном это в США, где смертная казнь, собственно говоря, есть. Это одна из немногих, чуть ли не единственная развитая страна, где активно применяется смертная казнь, тем не менее, всех этих, всех такого рода убийств это не останавливается. Не останавливается. ФСБ, естественно, проворонив изготовление бомбы, вот я хотел бы оговориться, почти невозможно остановить одиночку. Ну, купил, пошел ружье в магазин, никто не знает, что происходит у него в голове. Предотвратить это нельзя, мы не можем сейчас ФСБ, даже если мы его не любим, и даже если мы считаем, что там сидят одни бездельники, предъявлять серьезную претензию, как же вы проворонили, что человек купил ружье. Но он сделал бомбу, и, наверное, он каким-то образом, наверное, очевидно, он искал ингредиенты, возможно, он их искал в интернете, или покупал в магазине удобрений, или в магазине химореактивов, или еще чего-то. Это бомбу ФСБ, бомбу довольно мощную, как мы видим по последствиям, проворонило, но сейчас, конечно же, они не хотят говорить о том, почему они проворонили изготовление бомбы в Крыму, в том регионе, где все наводнено ФСБшниками. Они хотят говорить о том, что интернет, срочно передайте им под контроль интернет, потому что, ну вот, без того, чтобы прочитать, что вы пишете там своей девушке, маме или бабушке в Телеграме или Ватсапе, не может ФСБ, конечно, никаким образом контролировать теракты. Госдума, естественно, ужесточила продажи оружия, но это не работает, бессмысленно ограничивать продажи оружия, вот в США довольно либеральные правила продажи оружия в России, они совсем не либеральные, здесь вы не сможете купить легальный пистолет, здесь вам крайне сложно купить нарезное оружие, такой молодой человек, как, собственно говоря, этот убийца, не мог купить нарезное оружие, в принципе, вы с ума сойдете. Вот у меня было два ружья, мой личный опыт. Потом, когда меня первый раз посадили на 15 суток, мне пришло уведомление, значит, Навальный, вы лишены права на хранение оружия, и я продал эти ружья своей жене, которая пошла и получила лицензию, они лежали в сейфе дома. Потом ей начали приходить уже какие-то письма из Росгвардии уже, привет нашему Золотову, что вы должны там что-то перерегистрировать, какая-то дикая, дичайшая система, от которой просто воют обычные охотники по всей стране, обычные пользователи оружия, потому что их с этим ружьем заставляют там регулярно таскаться в милицию. Зачем-то это несчастное ружье регистрировать, перерегистрировать. У нас и так очень сложные правила владения оружием, но желающие, тем не менее, вполне его могут купить. А самое главное, давайте мы сейчас с вами вспомним, какие были самые значимые шутинги в России за последнее время. И вам на голову придет майор Евсюков, помните? Начальник ОВД Царицына, майор полиции, который из своего табельного оружия пришел в универсам остров, по-моему, или островок он назывался, и убил несколько человек. Вот, пожалуйста, ну вот ему-то, не просто милиционеру, а начальник отделения полиции, который еще и какие-то психологические тесты должен проходить. За ним там смотрят, за ним наблюдают. Начальник отделения, довольно высокопоставленный офицер, за ним там какая-то служба безопасности смотреть должна. Тем не менее, съехала у него крыша, пошел стрелять. Второй маршрутинг, давайте вспомним. Аудитория. Кто вспомнит, когда гражданин России еще участвовал совсем недавно в ужасающем преступлении, связанной с такой массовой бессмысленной стрельбой? Не на территории России, но российский гражданин, в Гюмри. Когда в Армении рядовой срочной службы пошел и застрелил несколько человек, там, шестимесячного ребенка убил. Я, кстати говоря, ну, такое удивительное совпадение. Со мной сидел парень из Оренбурга, который служил на российской базе Армении, вот вместе как раз с этим убийцей одновременно в это время. Но он мне рассказывал, что действительно над ним издевались какие-то деды, старослужащие. Издевались потому, что тот сам был такой, ну, как в армии, знаете, там же, ты должен быть очень шустрым. А этот не был шустрым, плюс его там пару раз ловили на каком-то воровстве, и над ним издевались. Вот издевались, издевались, и он пошел, взял автомат. Он был в наряде, ему дали автомат, у него что-то там произошло в голове, щелкнуло, и он пошел убивать людей. Как видите, ни контроль интернета, ни ужесточение правил продажи, ни смертная казнь имени Владимира Соловьева, никакие меры не остановили бы ни одного из вот этих вот двух человек. И, очевидно, они не остановили бы вот этого молодого человека. Поэтому, скорее всего, нам нужно прекратить обсуждать какие-то простые способы решения их проблемы. Их не существует. Но, мало того, мы наблюдаем же сейчас использование гораздо более ужасающего оружия, нежели там автомат, винтовка и так далее. Вы помните, совсем недавно был немецкий пилот, который решил покончить жизнь самоубийством, и он просто пассажирский самолет врезал, правильно сказать, в склон, по-моему, горы, потому что вот, ну, у него были какие-то личные обстоятельства, он спятил, он сошел с ума, и он решил уйти из жизни, ну, а заодно вот этих всех людишек, которых он ненавидит, тоже убить. И погибли абсолютно невиновные люди. И невозможно было это никак остановить. Пилот, ну, пилот есть пилот, пистолет ему никакой не нужен, психологическую, вроде, какой-то контроль минимальный, они проходят. Сейчас теракты самые ужасающие, ну, не самые ужасающие, а одни из самых ужасающих, которые мы наблюдаем в современном обществе, это какие теракты? В машину сел и врезался в толпу. Ну, что завтра тогда? Нам машины никому не продавать? Невозможно, которые, между прочим, вот, кстати говоря, вы видите сейчас этот наезд в Москве. Про которые тоже говорили, что это теракт, что это какая-то подозрительная штука. А вот совсем же недавно был приговор, и все это закончилось всего лишь полтора года принудительных работ. Полтора года принудительных работ. Сравните это с тем, сколько получают там участники митингов, которые как-то косо посмотрели на милиционеров, и их решили вот просто так сгрести. Я сегодня был на суде у Константина Салтыкова, где прокурор потребовал ему один год лишения свободы, хотя тот уже сидит 8 месяцев, потому что, значит, он неправильно схватил за бушлат милиционера. Здесь полтора года принудительных работ. Я не говорю о том, что вот этого мигранта, водителя такси нужно расстрелять. Может быть, он спал просто-напросто, и у него не было никакого, скорее всего, и не было никакого умысла. Но я просто говорю о том, что все это невозможно на 100% отконтролировать, и простых способов здесь не может. Что, скорее всего, нам нужно будет делать, но что не хочет делать наше государство, это, ну, изменение и больше денег в систему образования. Классы должны быть меньше. Учитель должен заниматься каждым учеником конкретно, и если учитель видит, у него немножко учеников, и он видит, что Петя что-то захандрил, Петя говорит какие-то странные вещи, Петя рисует у себя там где-то что-то такое, слава расстрела в школе Колумбайн, или еще какие-то вещи, и учитель, наверное, должен предпринять какие-то меры. Это очень сложная работа, понятно, миллионы школьников, и кажется, что невозможно вот там за каждым стоять. Ну, ты же не будешь большого брата включать, чтобы учителя смотрели, что там они пишут где-то на обложках своих тетрадей. Тем не менее, ну, и родители, и в первую очередь учителя, они должны внимательней относиться к своим студентам и школьникам. И если мы видим, что кто-то из них уходит в некую такую асоциальную, идет такой асоциальной дороге, и у него какие-то конфликты, ну, значит, ему нужно бежать и помогать. Потому что, не дай бог, если вот он решит таким образом громким уйти из жизни, тогда никому мало не покажется. И вторая вещь, которую нужно сделать в первую очередь руководителям нашего государства, это не болтать ерунды. Я сегодня просто ужаснулся, когда услышал заявление Путина на Вайлдайском форуме. Значит, сначала у него спросили, естественно, про керченскую трагедию. Он говорит, ну, это следствие глобализации. А потом, когда его начали спрашивать на такие тоже там важные темы жизни и смерти, которые, естественно, привлекают любого человека с ненормальной психикой, у него спросили, в частности, там, про атомное оружие, про возможную гибель человечества. Давайте вот просто послушаем, что сказал Путин. Мы ничего как бы не делаем. Ну да, но тогда агрессор, он все равно должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. И, ну что ж, а мы жертвы агрессии. И мы как мученики попадем в рай. А они просто сдохнут. Потому что они даже раскаяться не успеют. Вот возьмите это в виде текстовой цитаты и уберите оттуда подпись Владимир Путин. Они агрессоры, мы жертвы, ну, значит, все мы умрем, только мы окажемся в раю, а они просто сдохнут. Вот это могла быть предсмертная записка этого керченского террориста, убийцы, стрелка, как угодно назовите. Это вот именно культивирование вот этой вот опасной чуши, значит, про то, что мы попадем в рай, нам тут нужно всех с собой мы куда-то унесем и все остальное. Этого не должен говорить глава государства. Это звучит дико, это звучит неприемлемо. Когда у тебя спрашивают на какие-то такие темы, ты должен говорить одно. Миру мир. Мы за то, чтобы не было войны. Понятно, что есть доктрина взаимного гарантированного уничтожения. Это понятно. Но не нужно, когда ты точно знаешь, что по телевизору тебя слушают там одновременно миллион психов. Ну, или не миллион психов, или миллион людей, у которых какие-то проблемы в жизни. И которые раздумывают о том, как бы из этой жизни уйти. Посмотрите, какие рейтинги в России по количеству самоубийств. Мы на одном из первых мест в мире по количеству самоубийств. Поэтому, когда в стране и так, в общем-то, все тяжело и довольно депрессивно, не нужно говорить такие вещи, что, значит, вот мы умрем, кого-то утянем за собой, мы, раз мученики и пострадавшие, попадем в рай, а они попадут, они сдохнут, попадут в ад. Это абсолютно какая-то неприемлемая вещь, и не нужно их говорить.